Добрый день! Это студия федерального издания ветеринарии жизни. Меня зовут Юлия Макеева, а гость нашей студии сегодня Сергей Каспарьянц, исполнительный директор группы компании ВИК. Сергей Александрович, добрый день! Давайте начнем с новости последних дней. Производство ветеринарных препаратов в России наконец-то наделили собственным ходом АКВЭД, выделили в отдельное направление экономической деятельности. Вот что это значит для производителей ветеринарных препаратов? На самом деле это такая история, которая шла достаточно давно. Это правда. И новый виток жизни она получила примерно год назад. Как раз этот вопрос поднимался на Совете Федерации, и благодаря усилиям рабочей группы при Совете Федерации этот вопрос решился достаточно быстро. Это для отрасли очень важно, потому что на сегодняшний день отрасли как таковой не существует. То есть уничтожаемая продукция, она попадает в такой некий правовой вакуум. И соответственно все производители ветеринарной продукции, ветеринарных препаратов, они не могут претендовать ни на какую поддержку государства и помощь по целевым фондам. Это хорошо видно, как последние 10 лет фармацевтика гуманная развивается, да, и какие программы для них есть. Вот мы до сегодняшнего дня всех этих программ были лишены, потому что не имели собственных кодов АКПТ-2. По поводу вообще развития в дальнейшем отрасли. Вот в Совете Федерации, насколько я знаю, обсуждается концепция развития отрасли. Она составлена до 2030 года, и там весьма амбициозные цели стоят. То есть до 90 процентов рынка внутреннего занятия, в 5 раз нарастить производство. Насколько это вообще реально? Здесь цифры и вызовы абсолютно реальны, тем более если мы посмотрим на динамику развития определенных сегментов ветеринарных препаратов, да, то достаточно за быстрые сроки мы перевалили где-то за 50 процентов, в каких-то сегментах уже близки к 90 процентам, ну а в каких-то сегментах еще развиваемся. То есть цифры реальные, они достаточно амбициозны, да, потому что конкуренция глобальная на российском рынке, но если мы говорим про ветеринарную фармацевтику, во многих сегментах и у нас, и у наших коллег по Национальной ветеринарной ассоциации производственные мощности есть, мы можем увеличиться в три раза, если мы говорим о себе, да, мы можем увеличиться в три раза с существующими производственными мощностями, ну и небольшая модернизация позволит это увеличить и в пять раз. Здесь, наверное, важно, чтобы та продукция, которую мы производим, она в полном объеме удовлетворяла во всех сегментах наших потребителей, да, и здесь вот как раз ключевой момент. Что нужно для этого сделать, ключевого момента? На самом деле вот наличие кодов, оно дает доступ к государственной поддержке, как таковой, и это уже там важный момент. На сегодняшний день и мы, и наши коллеги, в принципе, это всех касается, в основном запускаем капиталоемкие проекты с окупаемостью 5-7 лет, потому что мы работаем на коммерческих кредитах. Сегодня ставка коммерческого кредита там 11-12 процентов. Наши конкуренты глобальные, они работают либо на субсидированных кредитных ставках, либо на субсидированных капексах, да, а это экономия, ну, по факту, порядка там 50-60 процентов за период 5-7 лет и до 100 процентов на период 10 лет. До этого нам это было недоступно. С введениями и присвоениями кодов отрасли у нас появляется доступ тоже к таким системам поддержки и как раз развитие наукоемких и сложных производств мы сможем реализовывать уже в ближайшее время. Вообще, какая господдержка нужна производству препаратов? Ведь не только же финансовая, может, какой-то протекционизм нужен со стороны государства? Ну, на самом деле, можно здесь фантазировать. Ну, почему фантазировать? Надо власти подсказывать. Да, а можно просто посмотреть, какие законы уже написаны. Да, и с точки зрения тех законов, которые написаны, они достаточно четко нацелены на поддержку отечественного производителя. И вот они в полной мере, на самом деле, отражают эту историю. Да, здесь, наверное, нужно немножко эволюционировать, да, и начать развиваться в более сложных сегментах. И тогда вот все получится. То есть сказать о том, что вот нам сейчас сделаете вот это, и у нас это получится сразу, мы... Нельзя так сказать. Это часто мы слышим такие лозунги, а давайте запретим импорт, да, а давайте там сделаем преимущество для наших отечественных производителей. Будем, например, сельхозтоваропроизводителю, который является потребителем, да, субсидировать затраты на отечественных производителей. Ну, это немножко не рыночные механизмы, и есть риск, что, идя по этому пути и показав кратный рост, конечный потребитель очень сильно потеряет либо в цене, либо в качестве. Мы как бы на это не очень ориентируемся. Мы все-таки за открытую конкуренцию, и поэтому то, что нам необходимо было, и это сейчас сделано, это присвоение кодов, это как раз открывает большие возможности. Ну и вторая история, которой сейчас мы все ожидаем, это введение в гражданский оборот, новый закон. С 1 сентября 2023 года. Да, с 1 сентября. Это тоже является очень важным шагом для отечественных производителей, который, как таковой, поддержит отечественную область. А что изменится с 1 сентября для отечественных производителей? Если отбросить там бюрократические моменты, фактически для поставок на российский рынок будут допущены только те производители, которые аттестовали свои производственные площадки в соответствии с требованиями, надлежащие производственной практикой Российской Федерации. Джеймпи. Да. Есть такое, что уравняют в правах, вот говорят о том, что уравняют в правах им иностранных и российских производителей, наконец-то. Есть такое мнение, да, если мы говорим о ряде производителей из, скажем так, третьих стран, то есть я не говорю про крупнейших фармацевтических производителей, я говорю о более мелких компаниях, которые есть и в Евросоюзе, которые есть и в Китае, и в различных, скажем так, не очень фармацевтических странах, которые достаточно много поставляют на российский рынок. Многие из этих заводов вообще работают только на Россию и не имеют международных сертификатов. Да, и до этого момента они имели возможность обходить и российскую сертификацию. Вот, собственно говоря, с 1 сентября этот вопрос будет закрыт. Еще такой миф, может быть, связанный с ветеринарными препаратами о том, что импортные лучше, чем отечественные. Приходилось ли с этим сталкиваться и насколько вообще это правда? Для нас это такой миф из, наверное, начала 2000-х и 90-х. Да, мы, слава богу, с такой проблемой не сталкиваемся уже больше 10 лет. И любые продукты, которые мы запускаем, мы видим, что встречаются на рынке с достаточно высокой долей доверия к нам, как к производителю, и с высокой долей готовности к импортозамещению. Да, вот мы последние из больших проектов запустили. Это гранулированные антибиотики для ввода корм. Мы запускали их, с одной стороны, это достаточно наукоемкое и серьезное производство, которое мы сделали, а с другой стороны, это очень большая работа нашей команды химиков, фармацевтов и ветеринарных врачей, которые отрабатывали это в практическом уровне. То есть мы наработали очень большую доказательную базу, и вопросов, в принципе, никаких не возникает. Ну и, наверное, вторая вещь, которая тоже помогает нам в этом работать, группа компаний ВИК по итогам 2021 года была признана компанией, которая входит в топ-25 компаний мира. Мы заняли 21 место в мире, как ветеринарная компания. Это тоже очень сильно отрезвляет наших потребителей, которые, когда начинаешь говорить на языке цифр, они понимают, что те компании, которые они считали лидерами, ну, то бишь иностранные, да, не такие уж и крупные они являются относительно и нас. Многие из них гораздо меньше, чем наши компании. Ну и как раз расскажите о новинках, которые готовит ВИК, выпустить на рынок. Есть, скажем так, первая группа новинок, которую мы готовим, это просто новые лекарственные средства тех же форм, которые мы сейчас выпускаем. Да, эта большая работа ведется и в антимаститных препаратах, стерильных инъекционных препаратах, несколько таблетированных форм выпускаем для мелких домашних животных, как раз по программе импортозамещения. Ну и, в принципе, вот те изменения, о которых вы сегодня уже сказали, да, они дают нам надежду, что крупные проекты, инвестиционные емкие проекты мы в ближайшее время запустим. Запустим, у нас есть три проекта общей емкостью порядка 5 миллиардов рублей, которые нацелены на производство новых инновационных продуктов и для сельского хозяйства, и для мелких домашних животных, которые позволят расширить представленность и снизить импортозависимость для нашей отрасли. Спасибо вам большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Вам спасибо.